В зоне отчуждения Чернобыля, то есть знаете, что вокруг Чернобыля, Припти и так далее, имеется огромная зона отчуждения на территориях как Украины, так и Белоруссии. Занимает много сотен квадратных километров, там повышенная радиация, происходит непонятно что, людям туда просовывать нос не рекомендуется. Но там стоят фотоловушки, фотоловушки, которые должны фиксировать то, что там происходит. И вот одна такая фотоловушка ночью зафиксировала, то есть засняла на фотопленку, или на цифры, я уже даже не знаю, неизвестное существо. В фотографии его приводится существо по виду очень похожее на кошку, но при этом размером с енотовидную собаку или лису. В общем, кот-гигант, кот-мутант. Местные зоологи и юнаты очень обрадовались этому, потому что решили, что это лесной кот. Лесной кот есть такое редкое животное, которое вымерло в этих краях в Беларуси еще 90 лет тому назад, в 1927 году, там последний раз, видели и отстрелили лесного кота. И вот теперь, спустя 90 лет, вроде бы лесной кот вернулся в Беларусь. Я бы на их месте так не радовался. А что, если это все-таки радиационный гигантский кот-мутант? И потом выйдут оттуда из зоны отчуждения в районе населенного пункта, точнее, это называется так, мне очень нравилось, бывший населенный пункт Рожава, БНП Рожава, бывший населенный пункт Рожава. И вот из этой Рожавы пойдут, значит, рожаться такие могучие котики. По-моему, это тоже не исключено. Во всяком случае, советовал бы белорусским властям как-то повнимательнее приглядеться к этому феномену, не оставлять это дело просто так, без присмотра. Рожава 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 Рожава